Бага, спасибо за то, что сообщили в чате. Огромное спасибо. Тем временем у нас разыгрывается раунд, пистолетный раунд Resistance против команды AGO. Эти два коллектива будут драться сейчас за очередные три поинта и видим, что раунд начинается неудачно для поли... до боссового коллектива. Тем не менее, три игрока еще в живых. Выход под точку А. Бомба должна быть поставлена и в защите опорник Граби, который должен и выбить эту бомбу. Тем не менее, в коннекторе на хелпе есть Фир, но никуда он не спешит. Понимая то, что лежал Смок, нужно было перезарядиться. Уходит в коннектор. Граби тем временем реализует даблкил и Деки в перестрелке против Сначи проигрывает. Граби один единственный у своего коллектива. Тем не менее, Дзимки забирает первый пистолетный раунд в свою копилку. Холм ставит паузу. Видимо, какие-то проблемы, но нет. После взятия пистолетки парни решили проучиться на своих ошибках с прошлого матча и сейчас ставят тактическую паузу для того, чтобы правильно распределить ресурсы, а также, конечно, позиции и движущую силу своего коллектива. Надеюсь, что не будет тех же самых банальных дефолтных ошибок, которые они совершали ранее. Медленные раунды. Огромное вот количество медленных раундов, которые вынуждали оппонентов пушить. Именно диффенс. Вы оставляли пушить и этот пуш приносил свои плоды. Тем не менее, анпауза. Посмотрим, что заготовили ребята с команды Резистанс. И сербы нас удивляют. В этот раз Димки им импульс дарут АК-47 и будут играть на дистанции. Посмотрим, получится ли им принести какой-то, внести какой-то импакт в этот раунд со своими АК-47. В свою очередь играет Деки и Холм с юмпами, а Кенгор будет фармить. В его руках Мак-10. Что-то интересное придумали парни. И видим два игрока под андеграундом, а также три под плентом. А, вместе с бомбой. Что интересно, здесь Кенгор. Также играет Холмс в апартаментах. Ну и, конечно же, Димки с бомбой. Ожидает выпада от своих тиммейтов. Создается муляж под точкой Б, что выход пойдет именно сюда. Своеобразный фейк. Но вестись на это поляки не должны. Слишком много опыта, дабы проигрывать подобные раунды, исходя из того, что вас обманули. Конечно же, стяжка пошла, но стяжка небольшая. Всего лишь один игрок, а именно Фир, стянулся. А тем временем Холмс забирает выходом с апартаментов игрока под ником Сначи. Также погибает Граби от рук Димки. И сейчас первая проблема у игроков команды AGO. Лишь Туау реализует свой пистолет. И сейчас имеет возможность также забрать игрока под бустом. Фурлан убивает Деки. Тем временем Деки забирает Туау. И не справляется с стрельбой Фурлан. Кин Гор забирает Смак 10-го. Фармит 600 долларов в свою копилку. И экономически от AGO. У поляк нету денег. И сейчас они вынуждены сливать раунд. Но всего лишь третий. Не так критично. Отдавать третий. А далее можно комбетчить. Тем более относительно. Вы играете за сильную сторону. Сказать, что категорически стильно. То, что защита на Мираже это нечто, что невозможно законтролить. Как на старом Нюке, например, Диффенс. Конечно же нет. Но, тем не менее, Диффенс выглядит сильнее. И защита зачастую набирает больше раундов, чем атака. Но бывают исключения. Как в любом правиле, бывают исключения. Что ж. Под ямой. Стоят тихо и мирно. Игроки атаки. Никуда не спеша. Почему так боятся играть? У нас сербы слишком медленная атака. Она в свое время начнет приносить только вред. Я понимаю, что это осторожность, которую можно назвать грамотностью. Тем не менее, вы стопроцентно знаете, что против вас играется экономический раунд. Возможно, боязнь наткнуться на какую-то засаду. Вынудила игроков сыграть более сейвового. Никуда не спеша. Или же, возможно, желание засейвить свои девайсы. Что и происходит. Обратите внимание, МАК-10 и Юмпунь калаши сейвятся. Тем не менее, их можно выбрасывать. Ведь следующий раунд будет оружейным. Появляется первая снайперская винтовка в руках Сначи. Этот парень будет играть, отталкиваясь от своего девайса. Скорее всего, в мидле. Возможно, агрессия в шорте. Попытается дать первый килл. Подловить своих оппонентов. На какой-то неудобной позиции в ранних таймингах. Спаун у него не идеален. Тем не менее, можно занять дефолт. Что и происходит. Бежит он. Бежит. Кстати, нет. Принял решение играть не с балкона. В шорте. Вместе со своим тиммейтом будет пикать. Примерно это мы и ждали. Будет агрессия. Здесь есть деки, который врывается. Получает сразу же плюшку от Сначи. И в результате выход. Именно по точку Б. Отличный перекрестный огонь. Целых три игрока под Б-плентом. Остается единственный кингор, который был в шаге от того, чтобы забрать Туао. Тем не менее, не получается. И первый оружейный моментально уходит за поляками. Сербы ничего придумать не смогли. Возможно, именно заготовки из троих защитников под Б-плентом принесла свою пользу. Малый какой-то кросс-пуш. Лишь один единственный дек их шел через шорт. И пользы огромной принести он не смог. Лишь смерть. Тем не менее, этот раунд отыгран. И сейчас нужно играть следующий. Берет снайперскую винтовку. Импульс в руках с АВП. Пытался открыть яму. Тем не менее, играет против него очень-очень аккуратно. Никто не спешит. Агрессия от Фира. Она приносит плоды. Первая информация. А также хороший смог. Приносит информацию о том, что нет никого вблизи. Тем не менее, импульс до последнего. Играет в ожидании игрока. Атакующая. В эту же яму. Тем не менее, кенгор. В одиночку, как волк. Пробирается по апартаментах Б-плента. Здесь Туаут. В руках с флешкой. Готов врываться. И наносить вред своему противнику. Это и происходит. Хороший выпад. Великолепный хэдшот. И в результате меньшинство для атаки. Но не проблемное. Всего лишь одного игрока. Своего роста они потеряли. Кенгор отлетает. Выход будет через мидл. Бомба вместе с деком несется. Тем временем погибает у нас импульс после агрессии от Фира. Вместе с своим тиммейтом. А именно Граби. Врываются они в яму. Тем временем перестрелка в мидле. И безуспешно. Настолько легко поляки разобрались с сербами. Что ни один не погиб. Банальные флешки выпадают. На обычных таймингах. Средних. Под дефолтные позиции. Какая-то агрессия о которой я говорил. Сербы зачастую играют медленно. Они заставляют своего противника идти и агрессировать. Но эта агрессия зачастую приносит плоды. Ведь поляки умеют играть и агрессировать. Они знают как правильно это сделать. Тимплейно под флешки. И в итоге мы видим что второй раунд уже берут. А последние деньги. На последние деньги закупается резистанс. И сейчас тот самый важный решающий раунд. После которого либо же будет сейв. Либо возможность сыграть еще один. Выход по точку а. Здесь всего лишь один игрок. А это у нас Граби. Который дает первый хэдшот. Падет на второй. И действительно Граби дает дабл килл. И этого достаточно для того чтобы выиграть время. Фир приходит и дает минус под димпе. Но больше никого не замечает. Холмс врыв на голову. Успешно. Но вот в спине у него. Настреливает Фурлан. Также забирает Фир. Третьего игрока. И это трипл килл. Третий раунд для игол. Без проблем. Без проблем. Разыгрывается каждый из оружейных раундов. От польского состава. Эти парни без шансов для сербов. Забирают один за вторым киллом. Далее. Без проблем забирают весь раунд. И навязывают свою игру. Несмотря на то что играет защита. Агрессия приносит плоды. Вроде бы. Отличная задумка. Разыгрышем. Выходили через яму Аплынта. Эта яма разыгрывалась достаточно интересно. Но не принесла никакой пользы. Что ж. Седьмой раунд на ваших экранах. Димке. Агрессия. Но вот Сначи. Первый фраг. Импульс. Хорошая стрельба. Десерт игла. Ну вот Сначи до последнего живет. Несмотря на то что в его руках снайперская винтовка. Его зажимает со всех сторон. Он живет до последнего. Имея 27 хеллспинтов своего хеллсбара. Он открывается. Дает дабл килл. Смещается аккуратный в коннектор. И готов дальше агрессивно принимать любой выпад. Мидл. Третий фраг от этого парня. Можно забрать четвертого. Но не попадает. И Холмс наказывает за второй пик. Тем не менее Граби есть в хеллпе. И это четвертый. Впервые поляки выходят в преимущественный счет. Вперед Польша. И сейчас увидим. Как же Резистанс разыграет очередной оружейный раунд. Получится ли у них что-то придумать. И дальше будем наблюдать. За вот такими раундами медленными. Которым их контрят. Банальными выпадами. Какой-то агрессией поляки с командой Эйго. Что ж. Пять АК-47. Принятие решения играть исключительно от АК-47 может принести свою пользу. Если вы выходите в закрытых позициях. Или же нанести вред против снайперских винтовок. Которых кстати две. Первая. Фир. Который играет агрессивно в апартаментах. Вторая. Сначи. Который также агрессивно играет под ямой. Тем временем выход через мидл. Забустились игроки в джангл. Сейчас полетит у нас деки. И медленно пока что. Не спеша. Пытаясь найти кого-то из игроков защиты. Ребята играют под А. И отчасти под Веплентон. Но вот. Куда пойдет бомба. Пока что непонятно. Ведь его сбрасывают. Настреливают игроки. Пытаются выкурить кого-то в шарце. Импульс. Никого не находят. Но тем временем. Холмс отлетел. У нас в апартаментах. Если вы не обратили внимания. Именно Фир. Агрессивно. С АВП. Дал первый минус. И все. Поляки сели. Также сели у нас резистанс. Которые никуда не спешат. Два игрока в мидле. Бомба несется у нас через респу. Третьего я где-то потерял. А вот же. Три игрока все же в мидле. Из-за радара. Я не увидел этого момента. Тем не менее. Бомба. Посмотрите как аккуратно несется через мидл. Будет заходить через яму. А здесь банально Сначи стоит на морозе. Никуда не спеша. У него есть граби в халпе. Тем не менее. Его спину никто не смотрит. И. Вот. Очень аккуратно действует Айко. Максимально аккуратно. Сейчас бомбу должен выбивать Сначи. Тем не менее. Неудачный для него тайминг. Но стрельба не подводит Сначи. Импульс ошибается. И Сначи понимает, что никого нету рядом. Можно забирать АК-47 и принимать любой выход под бомбу. Его должен забирать игрок под ником Деки. Не понимает тот до последнего, что вперся в оппонента. Но времени на установку взрывчатки не будет. Это пятый раунд для Айго. Но АВП вместе с АК-47 засейвлены. Есть также деньги для того, чтобы докупить какие-то другие девайсы. И ставится тактическая пауза от Resistance. Правильно. Ведь после взятия трех раундов парни отдают сервис пяти поляков. И настолько безуспешную, что почти никто не погибает. Семь киллов сделали за пять раундов игроки АТАКИ. Это прискорбно понимать. В особенности, когда ты играешь за те важные поинты. И нужно их брать, те важные поинты. У вас ноль очков в группе. Вы, естественно, аутсайдер. И нельзя сдаваться. Ну, Айго и МИФ-3. Они сыграли один матч. Один матч выиграли. Кстати, он был против Лимитлас, тех самых французов, которым проиграли Resistance. И сейчас нужно что-то придумывать сервам. Они прошли на квалификации. Они выиграли эти квалификации. Сейчас играют в групповой стадии. И было бы круто выйти с группой и получить какой-то материальный буст. А также буст в опыте после игры на этом турнире. Мне очень нравится WFG, ведь именно на этом чемпионате команды более низкого уровня имеют возможность испытать свои силы против таких игроков, как GV, флюша, играющих в команде Fnatic. Таких ребят, как Scream или же Happy, который выступает в Envy, а также в коллективе Бельгиум, Team Belgium Scream, в свою очередь, защищает бельгийские флаги. Ну, что же. Мы наблюдаем за Resistance и AGO, а вот Сначи чувствует, что в коннекторе есть какая-то нечистая душа. Ему накидывают флешку, но зумом забирает Кенгора. Нетяжелый выстрел для Сначи. Круто действует снайпер команды AGO. Поляки доминируют на этой карте. Неудивительно, ведь все отдавали предпочтение именно коллективу AGO. Букмекеры, игроки, зрители. Все считают, что AGO фаворит. И сейчас польский коллектив доказывает. Польские доказывают нам то, что действительно они фаворит. Без шансов для сербской команды, для сербской сборной, прошу прощения. Шесть раундов подряд AGO забирает. Троечку, да, действительно можно было взять, исходя из того, что вы забрали пистолетный раунд. Тем не менее, на грани был взят пистолетный. В ситуации 1-1 его забрали. И, если я не ошибаюсь, второй также можно было бы забирать полякам. Нет, все же, три игрока оставалось живых. Тем временем разыгрывается волевая закупка. Фир до последнего живет. Каким-то чудным образом уходит со своей снайперской винтовкой. Сохраняя его в команде. Сначи в его руках. АВИК, но ошибается. И сейчас вынуждены игроки идти на ретейк плента. Бомба должна быть установлена, но замешкался Холмс. Они ловят те самые нужные тайминги для того, чтобы пройти на дефолт и поставить взрывчатку. Импульс 1-1 в ситуации против троих. Попытается забрать клач. Тем не менее, в его защите только собственное ХП без армора. Это неприятно. Сделав один фраг, его должен забирать Фир. Тем не менее, он играет максимально аккуратно. Ждет хелпот. То, а вот тот делает триплкилл в этом раунде. И забирает седьмой. Что ж. Банкролл у Эйго огромен. Банкролл у Резистанс. Конечно же, есть, ведь проигрывают серию из семи. Каждый раунд получается проигрыша плюс 3500. И в результате имеет возможность сделать бай. По статистике, все довольно-таки неплохо. Эйго убивает. Но Резистанс делает киллы так же. Я не могу сказать, что жестко Резистанс проседает. Димки делает фраги. Также импульсы Кенгор по 6 киллов. Довольно-таки неплохо играют эти ребята. Но чего-то им не хватает, возможно, быстрой атаки, которую сейчас демонстрировал Димки. Но почему-то в соло никто не помогает своему тиммейту. Открываются деки. Но Фурлан на контроле. Отличный выпад. Деки погибает. В меньшинстве сейчас атака. И вынуждены игроки немного замедлят свой темп. Сначи забирает Холмса. Вдвоем Кенгор и Импульс будут разыгрывать этот раунд. Кенгор перемещается с бомбой под точку Б. И здесь лишь один-единственный Туао, которого должны зажимать с двух сторон. Тем не менее, Импульс играет с андеграунда. У него в его руках снайперская винтовка. Не получится сыграть гибко. Будет как деревянный... Как деревянное олово. Вот такой термин, как деревянное олово. Двигаться у нас Импульс. Тем не менее, принимает решение идти под точку Б. Правильный выбор. Ведь всего лишь один игрок, а именно Туао. Здесь на дефенсе. Нужно его зачекать. Хорошая ХА-шка должна прилететь под ноги одного из игроков. Импульс остается красным. Туао замечает первого игрока. Видит второго. Должен убивать снайпера команды Ресистенс. И Фурлан на ХЛП вовремя приходит на помощь своему тиммейту. Кенгор отлетает. Восьмой раунд для Эйго. Очередные проблемы с деньгами для сербской команды. Вынуждены парни экономить. И нужно как-то правильно распределить свой баланс. Ведь есть возможность взять хорошие девайсы. Можно взять арморы и также раскидку. Раскидка будет не идеальна. Тем не менее, хватит смоков для того, чтобы разыграть стандартный раунд под аплентом на ранних таймингах. Мы видим постоянно какие-то медленные тягучие раунды от команды Резистенс. Почему парни в атаке действуют именно так все время? Я не против медленного контрстрайка. Флепсайд демонстрирует этот контрстрайк на протяжении долгих лет. Но вот в последнее время для создания гибкости они начали менять свои стили. Не постоянно выходить на поздних таймингах, а играть динамично. Один раунд, два они могут сыграть медленно. Второй быстро на ранних таймингах выйти. И нужно использовать эти моменты. А ну вот Резистенс играет медленно всегда. Димки должен слышать буст от Фурлана. А то Ау погибает, естественно, тень Димки видел. Ой-ой-ой, как ошибается Фурлан. Не попадает под Димки, тем не менее остается в живых. Также тиммейт Фир забирает Кенгора. А тем временем выход под точку А. Здесь Граби врывается под флешку. Тем не менее позицию свою палит, но никого не флешит. Его стрельба превосходна. Дает он первый минус. Должен забирать второго, что и происходит. Димки в результате последней. И девятый для Иго. Это серия из девяти. Поляки доминируют над сербами. И ничего не могут сделать вторые. Я думаю, быстрая атака решит все их проблемы. Ведь был шанс на взятие. Где-то здесь близко был шанс на взятие раунда. Где-то оставался один или два игрока. И вот здесь, по-моему, оставалось два игрока. Но там таймер сыграл злую шутку. На поздних таймингах сыграли. И именно эти поздние тайминги приносят вред. Наконец-то будет разыгран стандартный дефолтный раунд под точкой А. Когда раскидывается голова. Закрывается коннектор Сити. И в итоге можно выйти и поставить бомбу. Агрессия от Сначи. В очередной раз он играет в мидле. Здесь импульс, который с десерт иглом пытается законтролировать. Этот поджим, тем не менее, Сначи до последнего нагло действует. Великолепный Молотовы прилетает под яму. Прерывая выпад и атаку. Импульс обязан забирать снайпера команды A-Go. А тем не менее, выход под точку А. Граби на контроле. И его забирает после двух фрагов. Холмс делает этот важный минус. Тем не менее, бомбу нужно ставить. Ведь ее поставить, кстати, будет очень и очень тяжело. Ведь Форланд с Фиром закрывает выпад. Не было смока, перекрывающего вижн джангла, а также коннектора. В результате 10-й продолжается серия шествия от польского коллектива A-Go. Резистенс без шансов проигрывает. Поинт за поинтом. Мы видим, что действительно команда аутсайдер никак не может собраться. Но мы верим в то, что сербы могут набрать какое-то количество раундов в атаке. Хотя бы 4-5. Далее, возможно, вновь же взять пистолетный раунд. Они уже делали это чуть ранее и закомбетчить. Подобные они показывали против французов. Но там где-то посыпались. Что-то пошло не так. И в результате проиграли. В результате фиаско поражения. И 0 очей в группе. Что? Врыв под точку А вновь. Граби со своей любимой позицией под конструкцией играет до последнего. Видит первого. Но импульс сквозь щелочку замечает. Граби, проверяющегося под яму. Убивает. И бомба должна быть поставлена. Наконец-то. Хоть один раунд до поставят. Но импульс вынужден делать минус по фиру. Чувствую, что наличие игрока на голове. И в итоге дает свой важный фраг. Ситуация 2 в 2. Наконец-то установлена. Взрывчатка. Ни разу за 10 раундов бомба не была поставлена. Ни разу. За последние, кстати, 10 раундов не была поставлена бомба. Критический момент. То есть, когда вы играете за атаку, бомба обязана быть всегда поставлена. Максимально часто нужно ставить бомбу. И мы видим, что установка плента зачастую происходит. Выпад. Великолепный выпад от игроков защиты. Можно садиться и на морозе. Дефенсит, тем не менее, Сначи, имея в своих руках молотов, смок и флешку, принял решение играть и отталкиваясь от стрельбы. И в итоге это работает. Он берет 11-й. И резистанс уже ближе к тому, чтобы прочувствовать защиту Айго. Но, к сожалению, остается всего лишь один раунд. И этот раунд нужно разыграть максимально позитивно для себя. Ведь 3 в атаке это слишком мало. Айго далее могут банально взять пистолетный раунд и закончить налегке эту игру. Что ж. Посмотрим, что придумают парни. Наконец-то, может, увидим быстрый выпад. Или же до конца решили играть именно на поздних и средних таймингах. Сначи, агрессия в мидле получится ли ему кому-то забрать. Забирает Димку. Очень жестко. То есть, смок в мидле. Допустим, по дефолту, тем не менее, забирает и вынуждает задизморалиться Димке. Что ж. Сначи. Палит свою позицию, при этом оставаясь в живых. Попытался забрать одного из игроков до последнего. Играет агрессивно, но никуда не уходит. Деки. Прочек шарта там никого. Бомба тем временем у нас перемещается где-то. У андеграунда. На ступеньке поднимается импульс. Пытается найти Туао. Должен был слышать игрока, поджимающего бэковры. Но не обращает внимания. Сначи. Отличный тайминг для того, чтобы выжить. Флешка прилетает ему в лицо. И выживает каким-то чудным образом. Тем не менее, Деки забирает Сначи. Но фир на хелпе разменивает своего тиммейта. Это Туао. Попалил свою позицию. Посмотрим, получится ли у этого игрока забрать хотя бы одного. У него в хелпе есть, конечно же, фурлан. И Туао под флешку открывается. Дает свой очередной фраг. Вот дефолтный фраг, который дает Туао каждый раунд. Когда идут под бэон, открывается под флешку своего тиммейта. И дает килл. А тем временем Холмс аккуратно открывается. Этого не ожидает Фир. Стоял он с зумом. Почему, почему Граби? Почему Граби не обращает внимания на игрока, проходящего в Сити? Здесь же фурлан понимает, что бежит у нас. Бежит у нас Холмс. Тем не менее, импульс. 1-2 ситуация. Он может взять этот клач. Шаги от того, чтобы забрать четвертый. После серии из 11 от Польши. Отличная флешка, но запоздалая. Что ж, Граби последний. И вновь клач. И вновь Граби забирает этот клач. 12-3. Эйго впереди. Смена сторон буквально через 10-15 секунд. И просит паузу. Кто-то захотел в туалет. Пишет у нас Холмс. Ставится пауза после смены сторон. Ну, а я думаю, что вы можете пронаблюдать интересный промо-ролик в этот момент. World Electronic Sports Games продолжает свое глобальное шествие по планете. Европейские финалы состоятся с 22 по 26 ноября. Лучших киберспортсменов примет сказочная Барселона. Соревнования пройдут сразу по четырем дисциплинам. Дота 2, Старкрафт 2, Хардстоун и CS GO. Самые успешные команды и игроки региона разделят призовой фонд размером в 280 тысяч долларов. И получат заветные путевки в гранд-финал. Сражайся за свою страну. И присоединяйся к World Electronic Sports Games. Друзья, после небольшой паузы появляются у нас какие-то непонятные символы на экране. И возможно их можно как-то пофиксить банально перед заходом в Counter-Strike. Но в данный момент у меня есть серьезные проблемы для того, чтобы запустить еще один ролик. Прошу прощения, но баги Counter-Strike заставляют делать меня это. World Electronic Sports Games продолжает свое глобальное шествие по планете. Европейские финалы состоятся с 22 по 26 ноября. Лучших киберспортсменов примет сказочная Барселона. Соревнования пройдут сразу по четырем дисциплинам. Дота 2, Старкрафт 2, Хардстоун и CS GO. Самые успешные команды и игроки региона разделят призовой фонд размером в 280 тысяч долларов. И получат заветные путевки в гранд-финал. Сражайся за свою страну и присоединяйся к World Electronic Sports Games. Друзья, это даже не реклама. Это промо-ролик, который должен был быть для того, чтобы перезайти в Counter-Strike. Вы видели этот баг на экране, с которым было неприятно смотреть. Нас тем временем, Resistance, выиграли пистолетный раунд. Кстати, выиграли жестко. 5 в 0. Врыв от Айго. Увенчался неудачей. Тем не менее, сейчас увидим Force Buy. Бомба не была установлена. И посмотрим. Деки на приеме Б-плента. У него есть в хелпе Холмс. Этот парень играет сегодня не лучшим образом. Тем не менее, для своей команды важные моменты он приносит. Что ж, отличная позиция от Деки. И заберут ли его? Хватает его на один фраг. Тем не менее, Холмс в хелпе. Доблкил от этого парня. Может забрать и Сначи. Но Сначи на высоте. Тем не менее, Кинг Гор вместе с Симпульсом приходят на помощь своим тиммейтам. И погибают. Погибают игроки атаки. Сербы готовы защищаться. А я хочу напомнить, что это борьба в рамках турнира WSG. Группа D. Самая напряженная группа, где уже 3 команды имеют по... Точнее, 2 команды имеют по 6 поинтов. А также Эйго в шаге от того, чтобы заработать еще 3 очка. И выйти на равную схватку против всех остальных фаворитов выхода с этой группы. 12 коллективов выйдут из 20 участников. 3 из 5 в каждой группе. И это группа D. Последняя группа. И сегодня мы узнаем трех последних финалистов. Лан-финалистов турнира WSG. Что ж, как сыграет атака в этом раунде? Наверное, время пообщаться. Ведь никуда не спешат поляки. Они понимают, что раунд сливной. И задача навредить максимальной экономикой. А также попытаться каким-то образом придумать тактическую заготовку на следующий раунд. Что ж. Легкая приемка. Никаких проблем. И в результате снача, который остался один, единственный ее тиммейт. Просит его не спешить. Разговаривает друг с другом. И вот мне интересно. А если бы после смерти игрок не имел возможности говорить и давать информацию? Чтобы... Как бы это поменяло игру? Это достаточно интересный момент. Но Valve и так отрезали у нас тренера. Valve отрезали возможность общаться на технических паузах. И... Все близится к тому, что скоро игроки вовсе не смогут разговаривать с собой, друг с другом. И будут отталкиваться исключительно от того, что заготовили перед игрой. Конечно же, все это... Мои бредовые мысли и выдумки. Тем не менее... Все к чему-то вот такому-то к цензуре в Counter-Strike идет. Очередной раунд. Наконец-то оружейный. Эйго разыгрывает в атаке. Первый, кстати, оружейный от Эйго. По-моему, парни просто решили дефолтно сыграть у нас под точкой А. Снача против деки проигрывает перестрелку. Тоже в свою очередь со снайперской винтовкой. Ворвался в миддл. Получил важные преимущества в начале этой карты. В начале этого раунда. И четвером, по сути, в четвером будут защищаться под точкой А. Ведь в любой момент импульс может стянуться. Ему хватит всего лишь 2-3 секунды для того, чтобы оказаться в коннекторе. И уже начинать перестрелку против драков, выходящих под точку А. Что же у нас в деки? Первый контакт убивает Граби. Туау врывается на Кенгора. Дает минус. Фурлан тем временем забирает Димки. Деки ошибается во второй раз. И Фир его в итоге забирает Деки. Мог закончить этот раунд буквально тремя выстрелами точными. Тем не менее, выбивание от защиты пойдут на штурм игроки. Команды Резистенс. Холмс вместе с импульсом вынуждены в меньшинстве разыгрывать этот раунд. Заметили Фира. Но Фир каким-то чудным образом умудряется дать минус по Холмсу. Импульс у его очередь прорвается через коннектор. Его игра превосходна. Ведь 100 холс поинтов для того, чтобы выйти... Он лучший в своей команде. И сейчас имеет 100 холс поинтов для того, чтобы выйти и забрать раунд в свою копилку. Но Фир, трипл килл, получив по голове, он остается в живых. Убивает игрока в перестрелке, а дальше забирает и последнего. Что ж, первая проблема у Резистенс. Очередной размен. Видим, что... Берут пистолетку, далее Форсбай. И экономически, так же само и в защите. Тем не менее, на больше парней не хватает. Проигрывает первый же оружейный. И получится ли выиграть хоть один раунд на девайсах? Мне неизвестно. Известно только Скорботу, который уже знает исход. Напоминаю, что смотрим мы не в 100% лайве. Примерно с задержкой в один раунд все это происходит. Тем не менее... Импульс играет у нас с коннектора, будет принимать выпад в мидл. Никого не находит, а тем временем выход под точку А. Димки, есть первый контакт, может забирать второго, но Граби до последнего прошивает ящик и забирает. Разменивая своего тиммейта, импульс почему-то не делает выстрел. Возможно, ожидал нажатий. Настолько быстро. Своеобразный Соник в стрельбе с АВП. Настолько быстро нажал левую кнопку мыши. А далее переключил Девайс, что Кондерстрайк не успел засчитать этот же самый выстрел. Сначи. Чекал игрока с снайперской винтовкой в джангле и закрыл предусмотрительно молотовым. Кенгор. Отличная позиция для того, чтобы открыться, но флешка прилетает в лицо. Сначи играет на сэндвиче. Вовремя. Кидает флешбэнк. Фир уже в спине. Есть первый контакт. Может забирать второго. И Деки попадает под шквал огня. Импульс также погибает. И что ж. Холмс один-единственный. Вроде бы уходили на сейв, но в результате безуспешно. Еще и Сначи был в 50% от килла. Тем не менее, Холмс забирает. 14 для польской бригады. И что ж. Сербы вынуждены брать форс и доигрывать уже эту игру. Ведь отдав 15-й, отдав предпочтение экономике, не знаю. С такой игрой очень тяжело сказать, что сербы могут выиграть. Конечно, списываться счетов их нельзя. В любой момент парни могут собраться. Банально форсбай вдохновит парней вот сейчас выиграть этот форсбай. Получить какой-то тим спирит, волнуя эмоций. И в результате взять серию из 7, сравняться. Налее забрать 8-й. Маппоинт. И возможно даже выиграть со счетом 16-14. Декер забирает Туау. Фурлан минус Холмс. И также погибает Кенгор от рук Фира. Точнее Фира от рук Кенгора. Прошу прощения. А вот Граби и Фурлан еще по фрагу для своего коллектива. Димки на грани забирает игрока под ником Фурлан. Сначи и Граби. Разыгрывают раунд против Деки и Димки. Выход под точку А. Бомба должна быть поставлена. Неплохой Молотов прилетать должен был. За тикетбокс. Тем не менее не получается у Граби его реализовать. Но остается в преимуществе. По количеству холлс-поинтов Эйго и бомба установлена. Не спешит защита. Резистанс играет максимально пассивно как только можно. Чекают каждую позицию Деки. Отличный запас гранат. Можно перекрыть игрока. И это сейв. Это сейв. Можно было бы перекрыть игрока в секрете. Но уходят на сейв. Капитан дает команду уйти и сохранить девайсы до следующего раунда. В арсенале не будет практически ничего. И эти АК-47 могут принести какую-то пользу. Но я не знаю. Этот раунд был нужен команде. Этот раунд мог принести какое-то вдохновение. Но почему идут на сейв 2 в 2. Есть гранаты. Молотов смог флешка. Да почему же не выйти? Почему же не попытаться закрыть яму с моком. Перекрыть секрет Молотовым. Закинуть флешку на апартаменты. И в результате бомба же стояла именно под секрет. Бомба стояла именно под апартаменты. Можно было попытаться выиграть этот раунд. Но резистанс сдают его. Отдают. Что ж. 15-6. Решение. Решение парней из Сербии. Уже критике не подлежит. В результате оно принято. И пятнашку взяли Эйго. Выход намечается по точку Б. Здесь три игрока. Но никто не спешит. Понимает поляки. Что остался всего лишь один поинт для того. Чтобы закончить это противостояние. И пойти отдыхать. Но отдыхать недолго. Ведь следующий матч против Фнатик. Поляки будут разыгрывать. Последний кстати группы Д. И я для вас его прокомментирую. Обязательно оставайтесь на этом стриме. И не уходите. Музыкальная пауза не заставит себя долго ждать. Буквально 10 минут после этого матча. И стартанет следующий. Что ж. Оружейный медленная разыгровка от команды Эйго. Резистанс в свою очередь. Имеет неплохой бай. Относительно неплохой бай. С ним можно играть. И что ж. 9 раундов подряд. Дали овертаймы. И конечно же историческая победа. Конечно мы понимаем. Что команды не тир 1 уровня. Но дать камбэк со счета 16. Да. 6 точнее 15. Было бы круто. Какой-то странный молотов прилетает у нас. Под коннектор. И он прилетает от игроков атаки. Пытались согнать игроков вблизи. Тем не менее никого не находят. Димки. Есть первый контакт. Есть второй. Импульс забирает третьего. И вот медленный раунд не увенчался пока что успехом. Тем не менее Сначи оставляет шансы. Шарту. Есть игрок, который должен забирать Сначи. И граби. Граби. Сначи. Боже мой. Как. Резистанс. Каким образом. 8 секунд. Только Кингор может забрать этот раунд. Убив бомбу. Но. За 3 секунды до конца этого раунда. Граби дает тот самый важный минус. Я не верю своим глазам. Они были в шаге от того чтобы выиграть. Но проиграли. Что ж друзья. Я с вами не прощаюсь. Матч Фнатик против Эйго. Совсем скоро. Не покидайте этот транслятор.